Один кусочек тут. Я вообще даже не заметил, что мы там лежали. Когда я освещал свою квартиру, собачье сердце, группа съемочная грелась. Я только прилегла. И вот тут подскочили. Ой, господи. Короче, у меня тут накопилось, как обычно, целая корзина вещей, которые надо погладить. Но тут какие-то объемные. Я стирала тут даже пиджаки, рубашки, полотешки. В общем, пришел ко мне Сэтька. Наверное, контролировать весь процесс. Да, Сэть? Хвостиком ходит и ходит. Не стойте за мордочка, такая шляпка. Ты так соскучился по мне. Да? Ну ладно, буду продолжать. А тут уже надо скоро с ним идти гулять. Я как сегодня с утра приехала, проводили папу. Вот, еще с ним посидели, поболтали, поели. Ну, я поела. Вот, он поехал, я поработала. Тоже съездила на встречу. Вот, приехала, еще поработала. И, наконец-таки, сейчас уже, вот, 7 часов вечера взялась за глашку. Я еще думаю сходить на пробежку вечером в зала. Сейчас у меня очень люблю ходить, потому что народу вечером всегда много больше. Вот, дождь сегодня обещает. Если не будет дождя, либо он, если пройдет, то я схожу. Пробегусь немножечко. Перед сном очень классно, кстати, бегать. Потом в ванну и спать. Так, так, так. Хотела показать вам занимательную картину. Я, значит, выложила туалетную бумагу. Похожу. А один кусочек тут. Но. Она не погрызла. То есть, это что, значит, я ее уронила. Не донесла. Там дверь закрыта. То есть, я ее просто уронила, а ты даже ее не взяла, не стал грызть. Господи. Манюни, а что с тобой? Я уже думала прийти к тебе, показать ее. Оказывается, это я ее уронила и даже не заметила. У меня там 24 штуки лежат на балконе. Я себя таскаю периодически. Да ты у меня такой умничка. А что с тобой встала, Сынечка? А ты молодец. Она такая даже не поняла, за что его хвалит. Сынечка такой, я вообще даже не заметила, что она там лежала. Как бы. Не так, Сынечка. Давай сделай Мишу. Ты просто хороший, умный мальчик. Доброе утро, уважаемые подписчики. Мы сегодня продолжим рубрику «Немножко в Санкт-Петербурге». Это Спасопребженский собор. Архитектор Стасов. Последняя версия. Предыдущий собор сгорел. Были только стены оставлены. Собор возведен был изначально по инициативе дочери Петра, Елизаветы Петровны. Благодарность за то, что гвардейца Пребреженского полка, рота Пребреженского полка поддержала ее. И она пришла к власти. 11 лет правила. Возродила Петровские порядки. История с господином Разумовским, певчим. Все прочее. Это можно прочитать. Я вам расскажу, как вы и просили, глазами самого себя. Собор выглядит прекрасно. Внутреннее убранство его почти воссоздано. За некоторыми элементами мы войдем в собор. Сейчас он закрыт. Чтобы было меньше машин, я постарался выйти пораньше. Вот только некоторые таксисты и мусорщики проехавшие пытаются нам внести какое-то разнообразие в шумы. Вот посмотрите, двуглавые золотые орлы. Это признак империи. Это восстановлено все только в 2004 году. При советской власти они были убраны. Имперские замашки были спрятаны. Третьи четыре основания. Это вот пушки. По три пушки. Всего их 102 по периметру находятся с цепями. Их никто не тронул. Они бронзовые. На пушках символики. Они перевернуты жерлами вниз. Эти орудия никуда не будут стрелять. Сделана подсветочка. Зимой она красива. Так это сияет, горит. Собор достаточно строгий. Дорог не только сердцу, но и посетителям. Ну что, давайте пройдемся по периметру. Надо сказать, что Спасо-Преображенская площадь. Тут все пропитано духом гвардии Преображенского полка. Вы помните, что Преображенский полк он неоднозначен. Был Преображенский указ. Суровые петровские люди. Это да, это правда. Здесь были вот, посмотрите, здание Финского консульства. Оно, вот первый этаж. Это конюшни Преображенского полка. Здание было вот фактически одноэтажным. В то время даже, когда я еще сюда переехал 25 лет назад. Его снесли и хотели построить какую-то расчудесную многоэтажку. Бизнес-центр «Свободная Россия» или еще что-нибудь такое. Но Городостроительный комитет воспротивился этому. Видимо, это была такая самовольная застройка. И финское консульство, финское правительство взяло на себя воссоздание первого этажа. Оно выделено, видите, другим цветом. Более таким кофейным. А сверху находится финское консульство. То есть фактически все сохранено. Только вместо вот этих больших красивых окон были такие двери, как у пожарных команд. Для лошадей, для карет, каретный ряд и все прочее. Пройдем сейчас, называется Переолок раньше был церковный. Когда я освещал свою квартиру Святого Собора, приходил батюшка и сказал, что вы живете в Поповской зоне. Это зона Поповская. Зона очень ответственная. Почему? Потому что тут все происходит через призму страдания. У нас принято в нашей религиозной среде С радостью мало кто ходит в храмы. Все ходят с какими-то трудностями, проблемами. В общем, такая энергетика достаточно собранная, сложная. И мы понимаем, что только крещение, наверное, и венчание на какой-то момент они радостные события. Ну, остальное все отпевание, молебны и прочее, прочее. Серьезная вещь. И вот эта вот аура колокола и прочее, прочее, они очень обязывают ко всему этому. Очень много священнослужителей с этого храма. Да, большинство фактически живет рядом. Кроме того, в той поры, в которой я это хорошо знал несколько десятков лет назад. Вот домик, на котором написано салон-ателье вдали. Там несколько священников живет. Совсем недавно еще возглавлял этот собор брат нашего патриарха Кирилла. Сейчас, видимо, произошла смена, наверное, с возрастом. Ну, за храмом внимательно ухаживают, туристически. Автобусы группами приезжают, экскурсии ходят. Кстати, вот элементы брусчатки, булыжник, орудие пролетариата. Здесь тоже сохранен. И тоже с тех времен, когда мы с вами проходили по Песту, я сказал, что маленький кусочек всего утрачено. Нет еще, вот смотрите, здесь еще есть. И думаю, что есть еще несколько мест. Но так как у нас обзор не научный, а популярный, основательный, и идет в разрезе моих только домыслов, взглядов и каких-то, может быть, исторических фактов. Посмотрите, кстати, редкие кадры, почти как выходного или праздничного дня. Такое, знаете, как будто после нейтронного какого-то взрыва. То есть, все стоит, а не людей, не животных. Вот там четыре голубя в поле зрения. Правда, приятно на самом деле, когда вот этой суеты нет, и ты никому не мешаешь при этом. Это тоже большой плюс. Обязательно, в собор я расскажу вам, может быть, я заранее расскажу, а потом просто сниму. Там, в принципе, есть три важных икона. Это спас нерукотворный, это икона Петра. Это действительно икона в окладе, спасла Петра при Полтавской битве. Пуля попала в икону, в оклад, и спасла жизнь Петру. Тогда при Полтавской битве шведы могли бы Петра Первого, ну, по крайней мере, поранить. Эта икона присутствовала и при смерти Петра Алексеевича, и при отпевании. Она там находится. Рядом еще икона Божьей Матери, подаренная Елизаветой во времена правления. Она все в самоцветах, в каменьях. Они находятся справа и слева от алтаря. Вот. Я покажу вам, засниму эту историю. Не история, а сюжет. И могу еще добавить, пока мы ходим, мы почти обошли по периметру Приборженскую площадь. Вот вдали с флагами находится это мой, говорит, с пионеров. Дом пионеров, вернее. Вот сейчас здесь поселилась организация по Санкт-Петербургу и области Финмониторинг. Спорный дом. Еще во времена сообщика долго его не могли раздельбанить, кто куда там, что-то такое. И вот отдали его государственным службам. Откуда пошло понятие пойти налево? Все слышали? Может быть, не все знают. Есть три версии этого варианта. Первое, что в правом пределе стояли мужчины, в левом женщины. Если мужчина немножко запутался с ориентацией право-лево, я имею в виду, никак ничего другого, то он пошел на женскую сторону и вот отсюда налево. Есть другие еще варианты. Как во многих конфессиях о мусульманстве еще где-то есть женская, мужская половина. Ну, это опять отсюда же выходит, что в избе была мужская и женская половина и прочее-прочее. Левая половина всегда была женская. Ну, в принципе, масло масляное. Ну, и третья версия религиозная. На правом плече сидит ангел, а на левом сидит бес. Не будем увязывать, что если пошел на женскую сторону, то встретился с бесом. Но поговорка сединового борода в бес-лебро все объясняет. Кстати, заканчиваем мы нашу внешнюю съемочку с часовенки, которая была построена позже. Здесь же вот хотели вот на этом месте строить усыпальницу павших офицеров в Первую мировую войну. Ну, так как уже финансово было напряженно и революционная смута. Грела, брела. Вот. Еще заснимем сейчас кусочек дома Мурузи. Вообще, вот эта улица Рылеева, бывшая Спаска, на ней написана цена книга. Здравствуйте! Вот дом Мурузи это вообще произведение искусства. Только про этот дом написаны две книги. Второй этаж, окна Бродского, музей-квартира. Ну, тут надо просто видеть и заходить. Конечно, ленинские места здесь жил и Ленин. Вообще, когда по миру ездишь, и Германия, и Швейцария, где только не ткнешься, и Гляндия, где только не был Ленин, везде он устраивался неплохо. Молодец! С завистью, можно сказать, дом Мурузи не исключение. Мясть Мурузи был эксцентричный, у него и марокканский стиль там перенес, он и прочее. Кстати, книги «Дом Мурузи» и улица Рылеева можете найти. В квартире, в которой мы с Вероникой нынче проживаем, в ней тоже жил знаменитый, дети знаменитого на всю Россию и Москву господина и известного доктора придворного последней царской семьи. Они жили порядка 12 лет. в нашей квартире. Собор снимался в фильме «Собачье сердце». Фильм снимался как бы в Москве, но события, когда к нашему дому подходили и говорили «Присти на собачку посмотреть, говорящую, прочее, прочее». Вот как раз этот собор, съемочная студия, группа съемочная «Грелась», съемки были зимой, в нашей квартире, в которой до того времени еще была нерасселенная коммуналка. Вот как-то так. Мы находимся в Спасопреображенском соборе. Сейчас перед службой никого нет. Это очень красивый купол абсолютно. Обзор нам любезно. Разрешили недолго снимать, мы заканчиваем. Всего доброго. Здрасте. Я только прилегла, и вы тут подскочили. Ты гулять хочешь? Прямо сейчас? Вот когда я присела, прилегла, укуталась пледиком. Собираем еще, да? Ой, господи. Ты первый пойдешь? Или мы все вместе пойдем? Пойдемте гулять. Что у нас там по погоде? Дождя нету, так что как-то венезончике нам не нужны. Пойдем. Копик.